Всем привет! Сегодня 21 апреля. Вот у меня первые перцы, которые я высаживаю. Высаживаю именно массовые посевы перца, которые будут здесь у меня доращиваться. Вот видите, они у меня в ящиках посеяны, не распекированы. Но они разного размера, какие-то чуть пораньше, какие-то чуть попозже. Потому что в один день я посеять их, ясно дело, что не могла. Но все равно они все примерно одинакового размера. Эти перцы предназначены для выращивания в открытом грунте. А высаживаем мы после 5 июня, у нас сибирский регион. Значит здесь, на доращивание, в этой теплице, они будут расти у меня еще больше месяца. Считай, что полтора месяца. Вот мы ее утеплили, я уже показывала, все стены обили. Обтянули вот этой воздушно-пузырьковой пленкой. Внизу еще там плашки поставили. Вчера я высадила первую партию перцев. Прижились они хорошо, они уже здесь ночь провели. И вот сейчас они немножко-немножко, там день-два, конечно, поболеют. Там корневая система сцепится с землей. И будут они у нас здесь жить. Конечно, все это процедура проходит очень медленно. Вчера я за весь день, но за полдня высаживала. Так как сажу одна, всего 500 корешков. Это очень мало. Надо ускориться, потому что, чтобы посадить полностью вот эту теплицу. Вот эта теплица именно рассадная. Чтобы вот некоторые уже запутались. У меня одна, в которой капусту я посеяла. Другая, в которую буду высаживать свои томаты. Уже большие для теплицы. А вот это именно рассадная теплица, в которой я выращиваю рассаду. Массовые посевы рассады перца, томатов. Конечно, все это медленно. Высаживать намного тяжелее, чем сеять, сидя за столом. Посеять я могу за день несколько тысяч. А высадить, я вот вчера за полдня, говорю, высадила около полтысячи. Потому что нужно сделать вот эти вот бороздки, палочки. Потом нужно сделать 500 дырочек. Ну там 500, когда в день иногда 800 я насаживаю. Вот вчера только 500 посадила. Сегодня мне надо вот тот край весь засадить. Конечно, я после того, как сажу, я этикетки вешаю. Вот у меня я вчера высадила желтый кубовидный, патриция, золотое чудо. Половина вот этой теплицы будет желтой. Потом возьмусь за красные сорта. Вот сегодня я уже приготовила кубышку, колобок и еще какой-то сорт. Каждого сорта высаживаю по одному, по два лоточка. И здесь они, вот именно здесь, вот мне там одна женщина писала, что так перец выращивать нельзя. Его лучше не пикировать, высаживать по одному в стаканчик. Но я всегда всем говорю, что нельзя говорить, что так делать нельзя. Если у вас, вам нравится тот способ выращивания без пикировки, выращивайте, пожалуйста, так. Я выращиваю вот так, вот видите, посевы, которые еще не распикированные. Но они очень хорошо себя чувствуют, очень хорошо выглядят. Я их сейчас рассажу. И если, конечно, нас не убьет мороз какой-нибудь, то здесь рассада получается отличная. Здесь всегда солнце. Здесь вот этот вот парниковый эффект, который влажность, которую дома мы никогда не создадим. Им это нравится. И, конечно, если будет какой-нибудь морозец, буду включать обогреватель. Ну а куда деваться, без этого в сибирском регионе ничего не вырастешь. До свидания. С вами была Ольга Чернова. Вот я вам показала, что я высаживаю перец в теплицу. Но высаживаю пока тот, который еще молодой, который требует доращивания, который будет высаживаться в открытый грунт и будет здесь расти целый месяц. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok